Есть отличная возможность пообщаться с любовью и обсудить такую интересную тему, которая звучит как оптимизация работы с магазином. Это ваша тема выступления сегодня? Да, это тема моего выступления в деловой программе на этом форуме. И меня порадовала реакция тех людей, которые присутствовали в зале, потому что было видно, что им очень важно, тем, кто собрались здесь, поставщикам продуктов в розничные сети и тем, кто работает в розничных сетях, принципиально важно найти пути оптимизации работы магазинов в наших сложных условиях, поскольку сейчас все мы находимся в одной и той же ситуации, все живут в одних и тех же трендах рынка, когда потребитель перетекает из гипермаркетов в супермаркеты магазинного дома, и это приходится учитывать. Когда развивается ритейл онлайн, когда живые продавцы начинают заменяться кассовыми аппаратами самообслуживания, поэтому все это приходится учитывать. То, что делают крупные розничные сети, отражается на магазинах у дома, на отдельно стоящих. Собственно, об этом была сегодня речь, каким образом можно добиться в этих непростых условиях хороших результатов. А выход он есть всегда. И, безусловно, те, кто сегодня был, они эти выходы услышали и были активны в разработке своих новых идей, за что большое спасибо и организаторам, и тем, кто выступал, и тем, кто слушал. Поделитесь парочку фишек, расскажите о том, как правильно оптимизировать работу магазина, если кто-то вдруг не присутствовал на вашем выступлении. Ну, собственно, две возможности, которые могут использовать в любом магазине. Первое. Мы все работаем с двумя главными показателями. Отдача с квадратного метра, потому что это показатель, который учитывает как расходы, так и доходную часть. Чем меньше площадь магазина при одних и тех же объемах продаж, тем, соответственно, лучше показатели. И второй показатель – это выручка на одного продавца. Чем меньшее количество людей работает в магазине, тем, чем оптимальнее они работают при тех же самых результатах, тем лучше этот показатель. И вот по этим двум цифрам человек, хозяин магазина, меряет температуру своего бизнеса. И, собственно, для того, чтобы хорошо работал каждый из них, приходится, во-первых, а, анализировать, б, соответственно, работать с этим. Ну, если вот остановиться на выручке, которая приходится на одного сотрудника магазина, то важно провести хронометраж, понять, чем у нас занимаются наши люди, какое количество регламентных работ происходит, какое количество уходит времени на продажи, и затем распределить оптимальным образом. В частности, большинство розничных сетей сейчас пошли по пути минимизации штата, с тем, чтобы выводить на подработки в пиковое время своих продавцов, и привлекать парт-тайм студентов, которые готовы подработать и так далее. Ну и, соответственно, замена на кассы самообслуживания, конечно, безусловно, сокращает расходную часть на фонд и позволяет, соответственно, более оптимально использовать его на имеющихся продавцов. Что в очередной раз подтверждает, что если вы не знаете, как сделать работу в своем магазине более эффективной, то обращайтесь к специалистам. Любовь Горбунова с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Спасибо вам большое. Субтитры подогнал «Симон»!